Приветствую вас! И вы знаете, если говорить о вас, да, обо всей этой ситуации в целом, то я думаю, что ключевая ошибка, которую вы допускаете, она в том, что вы спрашиваете мнезу. То есть вы хотите, чтобы мы вас поддержали, чтобы мы вам помогли, чтобы мы одобрили. Что это вы хотите сделать? И вот подобный аспект, на мой взгляд, является далеко не самым лучшим, потому что мнение, именно мнение у каждого свое. Да? Вот. И я думаю, что человек имеет право на это мнение. То есть, например, грубо говоря, коллеги мои, да, значит, имеют право считать, что вы поступаете как-то неверно. Это их право. Вот. Поэтому думается мне, что прислушиваться нужно не к тому, что говорят коллеги мои, например, не всегда, а прислушиваться нужно не к тому, что хотите вы сами. Вот если вы хотите, допустим, грубо говоря, секса, да, вот, то вам можно им заниматься. Совершенно спокойно и без всякой задней мысли заниматься здоровьем. Но при этом необходимо понимать, что в ситуациях, когда вам изменяют мужчины, есть свои причины. И эти причины, они важны. Я вам это говорю для того, чтобы вы лучше понимали, как обстоят дела. Понимаете? То есть одно другому, да, одно другому, а вообще никак, в принципе, не мешают. Абсолютно. Одно другому никак не мешают. То есть вы можете заниматься сексом с мужчиной, если хотите. Вот. Вы можете вести интимную жизнь, если у вас есть желание. Да? Совершенно спокойно. Но анализировать то, по какой причине вы остаетесь без мужчин, да, и почему мужчины вас унижают. Вот это действительно нужно разобрать. Следующее, о чём я хотел бы сказать вам, это то, что вы, на мой взгляд, рискуете сейчас выбивать клин клином. Вот. То есть я имею в виду, что вы потеряли своего мужчину, да, он ушёл, мужчина от вас. И вы хотите заменить его другим. Понимаете? То есть я понимаю, что у вас шарен гармония. Вот. Но, как бы вы, как бы вы, значит, не пытались заменить одно другим. Понимаете? Вот мне это представляется именно так. Так. То есть... Мужчина от вас ушёл, да? Один. Мужчина. Он ушёл. А вы переживаете по поводу того, что он ушёл. В принципе, это нормально. Это логично. Это естественно, что вы переживаете. Так вот эти переживания нужно завершить. Отношения с мужчиной вашим нужно завершить. И уже потом, уже потом, значит, соответственно, уступать в отношения с кем угодно. Вот. Знаете, потому что, ну, вот, иначе возможен перенос. То есть просто перенос того, что бы хотел от своего первого мужчины на второго. Я полагаю, что это не будет правильным, да? То есть ещё раз. Ещё раз. Поймите. Поймите. Да? Вы вольны делать всё, что хотите. И ваш молодой человек, бывший молодой человек или настоящий молодой человек, он действительно поступает некрасиво по отношению к вам. Я с этим согласен. Вот. Согласен со своим коллегой. Но. Момент. Момент в том, да? Момент в том, что вы сами, значит, как бы можете от этого подпродать. Вот смотрите, что вы, что вы делаете, да? Вы, эээ, вы спорите, вы пытаетесь доказать психологу, вы, эээ, спорите, и если честно, я не понимаю, зачем. Да? То есть, для чего вы это делаете? Вот. Вы находитесь на каком-то эмоциональном подъеме сейчас, в эмоциональном неравновесии сейчас, знаете, какая история. Поэтому в том, чтобы заниматься сексом, нет ничего плохого, вот, если хочется, да, но вопрос заключается в том, для чего вы себя хранили, для чего вы себя берегли, для чего вы были домашней милой девочкой, если это были ваши желания, то есть вы хотели быть такой и считали, что вы должны быть такой не для кого-то, а для себя, то, полагаю, изменять себе не стоит, что это не стоит спать с другими просто так. Если вы это делали того, чтобы что-то получить и поняли, что таким путем вы этого не получите, то, соответственно, свое поведение не для меня. Но, еще раз повторю, что у того, что от вас уходят мужчины, есть причины, и причины они кроют, и причины эти кроются в вас. Еще есть противоречия, согласно которому вы говорите, что вы боитесь подписиться с выводами, вдруг он придет и так далее. вы боитесь ошибиться, вы сомневаетесь. Но при том, что вы сомневаетесь, вы очень болезненно реагируете на то, что вам говорят, чтобы вы это не делали. Так с какой же целью вы спрашиваете советы? Понимаете? Ну и как, мне кажется, что вы сейчас играете в такую жертву. Потому что, вот вы пишете, что в этом плохого, я хочу секса. Ну так, если вы хотите секса, просто берете, идете и занимаетесь им. А если вы сомневаетесь, если вы высказываете все то, что вы сказываете, значит, что-то плохое в этом и есть для вас. Понимаете? И спорить здесь не нужно. Вот то, что вы делаете, вас не красит, на самом деле. Вот. Мы видим, все таки с психологом отчаясь, а не с каким-то человеком. И у психолога есть свое мнение на эту ситуацию. Вот. Поэтому спор давайте мы вовлекаться не будем. Да? Значит, если вы, и вы определитесь со своими желаниями, со своими мотивами. То есть, для чего я была хорошей милой девочкой? Зачем я была хорошей милой девочкой? Для чего я была верной? Я считал, что верность это правильно, я считал, что беспорядочный секс это не для меня. Ну, просто потому, что я считал его чем-то для себя плохим. Или я это делаю для того, чтобы что-то получить. Вот. От этого отталкиваетесь. Понимаете? Вот. У меня такое ощущение складывается, что вы достаточно зажатый человек. Вот. Но, когда появляется возможность, да, вот, у вас, когда появляется возможность себя проявить, да, вот, например, как вы проявили себя, например, ну вот, допустим, в интернете, да. Когда появляется возможность себя проявить вы себя, проявляется более, более агрессивно, более жестко. И, на мой взгляд, это не является, опять же, чем-то хорошим и правильным для нас. Вот. Поэтому, уважаемый, уважаемый аноним, уважаемый аноним, вы вольны делать то, что хотите. Важно, чтобы вы себе не навредили. Да? Вы говорите, вот вы говорите, что я боюсь, что подпишусь с выводами, вдруг он придет и скажет, что просто уехал на соревнования, не мог связаться или еще что-то. Согласен. Согласен. Может быть такая история. В таком случае дайте себе небольшое время. Сейчас ничего плохого вы не делаете с мужчиной. Вы с мужчиной, вы просто общаетесь. А до, скажем, Нового года, когда вы хотите с ним переспать, в принципе, время еще есть. Молодой человек вполне может объявиться. Если он не объявится, скажем, в ближайшую неделю, это означает, что вы ему не нужны и вы больше не встречаетесь. То есть, в одностороннем порядке нужно принять это решение для себя. Вы же сейчас себе просто противоречите, говоря о том, что, может быть, он не может от меня догониться и в то же время пишите, что он молча дослал вас на три буквы. Согласен. Противоречие. Очень серьезное противоречие. А его не должно быть для себя на счастье все, как вы понимаете, и исходя из этого уже действуйте. Вот. И исходя из своих ценностей и мотивов. Еще раз повторю. Вот. Поэтому, ага, поэтому еще раз, чтобы вам было понятнее, я скажу, что нужно делать. Проанализируйте, почему вы были такой верны. Для себя ли вы это делали или для друг друга. Если вы это делали для себя, потому что такими были ваши ценности, соответственно, делать этого стоит продолжать. Потому что, если вы перестанете это делать, то вы себя потеряете. Потеряв себя, вы мало что приобретете. И уж секс этого точно вам не даст. Если вы делали это для других, то есть вы были верны, чтобы быть с кем-то, чтобы что-то иметь. То есть вы делали это как инвестицию. Вы вкладывали свою верность в человека, как инвестицию, ожидая от него чего-то. То, соответственно, делать это нужно перестать, потому что это невротическое поведение. Вот. Далее, определите для себя то, сколько времени нужно пройти, чтобы вы поняли, что мужчина больше ваш бывший молодой человек, что он больше, не ваш молодой человек. То есть сколько нужно времени? Дайте себе неделю, дайте себе, не знаю, полторы недели, да? Вот. И после этого спокойно приглашайте мужчину к себе на свидание, неважно для чего. Потому что вы свободная девочка. Еще раз повторю, если вы были верны не для себя, а для других. Вот. То есть здесь все о том, чтобы вы не навредили себе. Вот. Ну, а по поводу всего остального, знаете, комментировать, честно говоря, не хочется, потому что это просто спор. Вот. Я полагаю, что у вас борются вот эти вот стереотипы, да? То есть вы о себе говорите на самом деле. Вы говорите о себе, вы говорите о том, что как бы, ну, что вас волнует по факту. Вот на данный момент. И, в общем-то, я не думаю, что это хорошая позиция для вас, выгодная позиция для вас. Вот. Она только лишь показывает, что вы, вы в себе не уверены. Понимаете? Вот. Еще больше не уверены. И я понимаю, что вы в себе не уверены. И я думаю, что именно поэтому, прежде чем что-то делать, да, нужно, чтобы вы все-таки для себя определили, кто вы, куда вы идете, к чему вы стремитесь, чего хотите. Вот это мне кажется самым главным. И вот то, что для вас будет лучше, а вы сами это сможете определить по своим, ну, по своим чувствам, то что для вас лучше, то и будет самым правильным. Другого на самом деле мнения нет. Вот. Я думаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам аноним. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ага. Значит, если вы решите написать дополнение, то, соответственно, я спрошу вас известить меня об этом в личке, но сразу предупреждаю, что спорить со мной не нужно. То есть я вам ничего не пытаюсь доказать, я вам ничего не пытаюсь, наверное, навязывать. Я говорю только одно. Что меня как психолога интересует отсутствие вреда для вас. Вот. И для того, чтобы понять, что вредите вы себе или наоборот идете навстречу своему счастью, нужно выработать отношение. Отношение. Отношение к тому, что происходит, и отношение к своему поведению, чтобы поведение ваше было более осознанным. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!